Маленькая птичка Маленькая птичка А они в ответ благодарят нормандцев Молоком и шерстью Из Малакати делает свои знаменитые сыры Которые становятся хорошей закуской К стаканчику кальвадоса Яблочной самогонки Кальвадос это близкий родственник Сидра После его двойной перегонки Перегонка идет дедовским способом А затем в дубовых бочках настаиваются Элитные сорта яблочного бренда На этой экскурсии некоторые едут с утра Следуя совету мудрейшего Григория Горина Который заметил С утра выпил, день свободен Но не для нас с вами Потому что этот день нам предстоит провести На знаменитых морских курортах Трувиль и Давиль Трувиль называют Северной Ривьерой Здесь отдыхали почти все французские знаменитости От Густаво Флабера, Альфреда Мюссе И Маргариты Дюран До Жана Габена и Бельмондо В окрестностях Трувиля укрылась В зелени вилла На которой до недавнего времени Жила Франсуаза Саган Может быть именно здесь Глядя в воду залива Ей пришло название ее романа Ставшего культовым Немного солнца в холодной воде Полвека блуждают миллионы читателей По вселенной любви Созданной Франсуазой Саган Она умела облечь В простые слова Невыразимую сложность человеческих чувств Как этот забавный плакат Ставший одним из символов Трувиля Милые телезрительницы Но теперь вы понимаете С кем вы имеете дело Нормандия Помимо колхозных просторов Это еще и море с его дарами Рынок этих даров Находится на набережной Когда начинается прилив Рыбаки подходят вплотную к рынку И выгружают свой улов с палубы Прямо на прилавке Может быть вам интересно Какие здесь цены Так вот килограмм местных креветок Стоит 44 евро То есть примерно полторы тысячи рублей Вдоль рынка тянутся рестораны Где все эти морские радости Еще хранящие аромат моря Тут же идут на тарелки В дни фестиваля американского кино А мы были накануне В соседний Давиль Съезжаются звезды Я подглядел Как кинознаменитость Поглощала креветки С подругой Надеюсь это его жена Впервые о Трувиле Публика прослышала В 1825 году На парижском салоне Когда увидела полотно Шарля Мазена Изобразившего маленькую Рыбацкую деревушку Трувиль В те далекие годы Которые помнит Наверное только Вот этот дедушка Во Франции началась Мода на морские ванны И деревенька превратилась В модный курорт Местное казино Напоминает московский вокзал Однако любопытная деталь Каждый вечер Жители окрестных городков В казино привозят Курсирующий по району Специальный автобус Проезд бесплатный Но это и понятно Многие по окончании игры Выходят без штанов Напротив памятник Флаберу Именно здесь он встретил Свою первую любовь Ему было 17 лет Когда он страстно влюбился В красивую даму У которой был и ребенок И муж Состоятельный парижский издатель Эта любовь навсегда Оставила след в душе Флабера Позже эту историю Он описал в романе Воспитание и чувств Став модным курортом Деревушка Обросла нехилыми вилами И шикарными отелями Нынче недвижимость Здесь стоит так же Как и на Лазурном берегу Очень скромная фазенда Вот эта 145 тысяч евро А этот домик 335 тысяч Небольшой коттеджик Полмиллиона с лишним Вот еще вариант За 640 тысяч Ну и так далее Сами решайте Что вам нужно А такой замок Потянет на 2,5 миллиона Ну а особняки же Выходящие своими фасадами На пляжную полосу Доступны только олигархам Чье состояние оценивается В особо крупных размерах Сегодня у нас с вами выходной И все магазины закрыты Обидно Нет, не потому что уж Я такой заядлый любитель Ходить по магазинам Мы ученые и исследователи Таких называем шопингистами Нет, не поэтому А от того, что я люблю Смотреть на предметы Сделанные руками Настоящих ремесленников И среди китчей Которые естественно Преобладают Отыскивать настоящие Поделки профессиональных Ремесленников Как например Вот эти пожарные машинки Я тоже считаю себя Ремесленников Мои передачи Это ручная сборка Модели правда Получаются простоватыми Немодными Но надеясь тепло Рук они сохраняют И у тех Кто их приобретает То есть смотрит Эти поделки Хочется верить Настроение улучшается Все Пять секунд Наисповедь закончились Главный фирменный сувенир Это шелковый плоток С символами курорта Пляжные палатки Верховые лошадки Рыбацкие шхуны Яблоки То есть сидор Клювадос И маяк Но более всего Мне понравилась Лавка похоронных принадлежностей В витрине выставлены Маленькие могильные плиточки За 12 евро На которых потом Гравируются имена усопших И фарфоровые цветочки Подороже В общем здесь Есть все Что нужно Человеку для жизни Сказал Испомнил анекдот Хоронит нового русского И бабки сидящие у входа На кладбище С завистью блядя Богатые венки И дорогой гроб Говорят Живут же люди В центре Трувили Монумент В память всем погибшим горожанам Больше всего жизни Унесла Первая мировая Снимая эти кадры Случайно обратил внимание Шесть погибших Носили фамилию Пестель Вот оказывается Откуда родом Наш непокорный декабрист 28 горожан погибли В годы Второй мировой Вообще-то в Нормандии Погибло несколько сотен тысяч Но это были солдаты Англо-американских войск Которые десантировались здесь Помните начало фильма Спасти рядового Райана Это все было здесь События тех лет далеко от нас И мало кто помнит Последнюю войну Это у нас Отечественная война Затронула каждую семью И даже я Родившийся после нее Храню в памяти Ее великие ужасные события Оккупированную И униженную Францию Война все же затронула меньше Хотя при следующей встрече Я вам покажу Нормандский город Который был Разрушен союзниками До основания И восстановлен До самого последнего камушка Местными жителями Вот такая история У стен любого ресторана Стоят газовые грелки Они дают такое тепло Что даже зимой При минусовой температуре Можно комфортно сидеть За столиком на улице И наслаждаться Свежими дарами моря На свежем воздухе Они почему-то называют Развозят по домам До следующей пенсии И игровые залы Заполняет приезжие публика В России 80% населения Как вы знаете Страдает алкоголизмом В той или иной степени В Европе 80% страдает Играфренией Это слово я сам придумал Но ведь настоящий интеллект Никуда не спрячешь Ку-ка-реку Проснитесь Это уже не реклама Это проза Но французская Мы путешествуем По Нормандии и Бриталии Эта часть передачи Посвящена гламурным радостям Гламур Вы знаете Это сокращенно От глянцевой мурзилки Для взрослых Так вот Соседний с Трувелем Городок Давиль Это морской куршавель Сюда съезжаются Богатые и знаменитые Особенно много лиц Которые мы знаем По светским хроникам Глянцевых мурзилок Собираются дни фестиваля Парада ретроавтомобилей И фестиваля американского кино Итак Гламурный раздел В нашей Как сказал бы Тимур Кизяков Наш последователь Последователь Потому что следует за нами В нашей Суровой Социально-реалистической Художественно-здравоохранительной Публицистико-патриотической Программе О тепленьких точках Нашей планеты О, как сказал Ах, это сладкая-сладкая жизнь Самодовольный Давиль И простодушный Трувиль Разделяет канал Это граница между двумя мирами Давиль пронизан запахом денег Духом благополучия Ароматами беспечности И легкомыслия Здесь даже Мэрия Какая-то декоративная Вся утопает в цветах Вот у вас районные управы Утопают в цветах? Ну, пока вспоминаете Рассказываю светскую историю В Давиле Два самых роскошных отеля И они постоянно конкурируют Отбивая друг у друга клиентов Менеджер вот этого отеля Посетовал нам Что ему звонила Только что Николь Кидман С извинениями По поводу того Что остановилась в другом отеле Здесь всегда много народу А уж сезон Самые богатые люди мира Вынуждены бронировать номера За полгода А то и за год Отсюда и все атрибуты Светской жизни Скачки Автогонки ретроавтомобилей Своё казино Модные бутики Их здесь три тысячи На такой маленький городок Представляете? И обилие узнаваемых лиц В дни кинофестиваля У звезд здесь свои постоянные Именные пляжные кабинки Простая публика балдеет Идёшь по Труильской набережной Мимо кабинки Джека Николсона И говоришь громким противным голосом Всё, что думаешь об этом бабнике В отличие от бывшего рыбацкого посёлка Труиля Давиль был построен всего лишь в 1859 году Как курорт специально для парижской знати Она, знать мать её Принимала здесь морские ванны Не сильно страдая от солнца В перерывах демонстрируя Своё благосостояние Сейчас по весне море ещё не прогрелось Хотя некоторые моржуют весь холодный сезон Я познакомился здесь с очаровательной Шанталь Из местного турбюро Она чуть младше меня Но купается круглый год Хотя зимой температура воды около 8 градусов Я рассказал ей, что в юности на меня Произвела большое впечатление песня «Ля Мэр» Это особая история Я вам её обязательно расскажу, но потом Так вот, в тот же день Шанталь принесла диск с песней «Ля Мэр» В исполнении Шарля Трене Послушайте Очень романтично Из истории курорта Его построил герцог Шарль де Морни Вы его хорошо знаете как родственника Наполеона Бонапарта И как супруга нашей княжны Трубецкой Которая и подбила его на создание Этой здравницы мировой буржуазии Традиции вдохновенного пижонства Сохранились и по нашей дне Нет в мире другого пляжа Где большинство отдыхающих сидят не в плавках А пляжных костюмах от именитых дизайнеров Вот, пожалуйста, трусы от Сальвадора Бугатти А слева в углу, видите? Нет, а жаль Там была дама в купальном костюме от Шинель За пляжной полосой Трувили выстроились в ряд виллы Самых богатых людей мира В небольшом садике виллы Принадлежащей Майклу Дугласу Установлен бюст Леонида Куравлева Майкл преклоняется перед талантом Своего русского коллеги А вот и сам хозяин виллы Хеллоу, Майк! Именно здесь, в Нормандии Пляж впервые во Франции стал местом отдыха Раньше сладостное приморское безделие Было доступно лишь богатым Которые и выстроили здесь свои особняки Соревнуясь друг перед дружкой Как на какой-нибудь рулевке Конечно, в апреле еще не все переехали на отдых Эта вот вилла только готовится К приезду своего хозяина Пьера Ришара А рядом особняк, похожий на замок Он принадлежит, как мне сказали По секрету, очень важному русскому бизнесмену По этой всемирно известной дощатой дорожке Вдоль пляжа Буржуа выгуливают свои маечки Кроссовочки от грибока Брючки от дольчика-банчика И собачек от сук Йоркшицких О, Господи, язык сломаешь Терьеров И если вас начало подташнивать От этой приторной сладенькой жизни То предлагаю освежиться в окрестностях курорта Нормандия Родина самых мясистых устриц Мы заехали на устричную ферму Одну из многих тысяч Устриц выращивают в море В специальных садках После чего их привозят Вот на такую ферму Здесь их сортируют Работа на конвейере 6 часов Я спросил у начальницы Сколько получают эти дамы 1200 евро, сказала она Независимо от стажа Некоторые из них работают здесь Десятилетиями Для такой работы Квалификация не требуется Поэтому и оплата минимальная Ну, по-нашему это 40 тысяч рублей В месяц У нас за такую работу платят 20 раз меньше, сказал я ей А стоимость жизни в России Выше чем во Франции Особенно в центре Да как же вы живете-то, бедненькие Так в этом и есть Великая загадка России Если бы вы знали Сколько людей у нас Мечтают оказаться на вашем месте Тетушки испуганно замолчали И с небывалым энтузиазмом Продолжили работу А вдруг и вправду Понаедут русские пенсионеры И составят им конкуренцию Устрицы, конечно, это Жуткий деликатес Но тетушки с конвейера Их и в рот не берут Ну, понятно, с чем работаешь Ничто и не любишь Это как у нас на телевидении Многие мои коллеги Никогда не смотрят телевизор Не знаю А мне нравится Ну что же, если мои Научно-популярные очерки Во мне надоели То встретимся Здесь же к западу От Парижа Часа 3-4 езды Счастливо Пока Ваш импрессионист Д.К Кстати, если вы надумали То поездки по Нормандии Британии Западной Луаре Организуют российские Туроператоры Специализирующиеся по Франции Счастливо 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 Счастливо